Ку-ку-плей! Это что у нас такое? Лизун? Давайте вместе поможем Амняму создать его маленький аквариум из разных слаймов. Итак, начнем с лизуна. Интересно, он упадет на дно или будет плавать на поверхности, как медуза? Ой! Падает. Он тонет, на поверхность не поднимается. Нет, не подходит лизун для нашего аквариума. К тому же он напитался водой и стал какой-то совсем распадающийся. Хотя чем-то напоминает какую-то бурую водоросль. А теперь попробуем слайм черный. Что же получится? Много не надо. Чуть-чуть. Главное оторвать его от остального слайма. Так, какой он противный. О, получилось. А теперь отправляем нашу Кляксу прямо в наш микроокеан. Какая-то космическая слизневая медуза. Самое интересное, что слайм не смешивается с водой. Он распространяется, как какое-то чудовищное существо, захватывая всю воду. Смотрите, он превращается в какую-то интересную, как будто бы материю. Страшные космические волосы. Они захватили всю воду. Страшный осьминог. Пожалуй, нужно поскорее все вытащить. А то мы просто засорим воду. Нужно все это скорее выгрести на стол. Фу, какая страшная слезяка. Она схватила меня и не отпускает. О, с трудом очистил стол и очистил воду. Пришлось доливать чистую воду заново. Ничего, мой зеленый друг. Сейчас чего-нибудь придумаем. Может быть, какие-нибудь зеленые водоросли туда посадить? Черный цвет больно уж страшноватый. Хотя подожди, зеленый цвет. Была у меня одна зеленая жижа из зеленой коробки с опытами. Сейчас достанем. О, пакетик. Мы сейчас устроим эксперимент. Мы сделаем из нее каких-нибудь маленьких зелененьких существ. Например, головастиков. Попробуем. Выливаем нашу зеленую субстанцию в маленькую пробирочку. Точнее, маленький стаканчик. Кстати, по-научному наша зеленая жижа называется альгинат натрия. Ну вот она, зеленая жижа. Пока это просто жижа. И она смешается с водой. Но если мы добавим туда немножечко волшебного порошка под названием хлористый кальций, отправляем полстакана воды в нашу миску. Отправляем чайную ложку нашего порошка в воду и перемешиваем. Постепенно наливаем, пробуем наливать небольшими порциями нашу жижу. А теперь посмотрим в нашу миску. О, ребята! Вот какие симпатичные головастики у нас получились. И даже вот такие вот длинные змейки. А может быть это такие водоросли? Вот как красиво они смотрятся в нашем аквариуме. А вот и головастички. А ну, плыви. О, они какие симпатичные. Вот они какие. Маленькие друзья Ам-няма. Давайте бросим их туда. Внутрь пусть плавают. Смотрите, какой живой мир. Как они передвигаются там внутри. Ам-ням открывает рот. Зачем, интересно? Ам-ням, ты чего? Решил поплавать? А ну-ка, Ам-ням, иди сюда. Открывай свой рот. По-моему, Ам-ням решил съесть все, что мы с вами сделали. То ли водоросли, то ли маленькие головастики. Ну вот, ребята, какой у нас интересный живой аквариум получился из неживых элементов. Пока, ребята, еще увидимся и поэкспериментируем. Ам-ням, рот закрой. Привет, малыши. Знаете что? КТ затеял. Ремонт. Да, хочу поклеить новые обои, прибить полочку. Только вот не знаю, как это все сделать и что для этого нужно. Вот сейчас-то мы тебе и КТ поможем с малышами. У нас есть вот такой большой бассейн с шариками. В нем точно можно найти всякие инструменты. Однако, нужно будет внимательно выбирать. Внимательно выбирать? Это что значит? Это значит, КТ, что наша задача выбрать только те предметы, которые помогут тебе в ремонте. Инструменты. А вот все остальное не брать. Понял, понял. Надеюсь, вместе мы справимся. Ой. Хм. Это там что торчит? Вдалеке. Может быть, это первый инструмент? Посмотрим. Оп. Ага. Узнали, что это? Верно. Это молоточек. Он поможет КТ прибить все-все-все гвоздики. Тук-тук. О, супер вещь. Она-то мне точно пригодится. Угу. Теперь моя очередь искать. Сколько шариков цветных. Ой. Ой-ой-ой-ой. Это что такое большое-пребольшое? О, видел, как-то царевна играла с этим. Какой-то звук издавался. Звук. Так, ну-ка. Вы слышали? Так это же музыкальный инструмент, наверное, какой-то. Вспомним, как называется. Это же труба. Да, труба, КТ, точно. Ну, раз это музыкальный инструмент, необычный. Он нам не подойдет. Ну да, ни гайки не закрутишь, ни какое-нибудь дерево не распилишь. Только поиграешь. Ха-ха, музыку создашь. Значит, труба нам не подходит. Это не строительный инструмент, а музыкальный. Ну ладно, мне еще нужны инструменты. А то пока только молоток нашли. О-о-о-о. О-о-о, КТ, а кажется, я тебе нашла еще инструмент. Малыши, а ну-ка подскажите нам, как называется этот инструмент? Ха-ха, верно, молодцы. Пила. О-о-о, пилу я знаю. Как распилю все вокруг. Ха-ха. КТ, все вокруг не нужно. Можно доски, например, распилить. Ага-ага. Ой, кажется, я еще что-то нашел. Вот там. Да, и вправду выглядывает. Из-под шариков. Ух ты. Ты знаешь, зачем она так делает? Да знаю, конечно, Алиса. Ну и что это? Это дрель. И будь неосторожней. Не подноси доискок лицу. Ей можно сверлить. Например, дырку в тене делать. А-а-а, так вот она зачем такая дрель. Я не знала. Вот и запомнишь. Это полезный инструмент в ремонте. Поищем теперь тут. Смотрите, что нашла. О-о-о, так это же градусник. А он нам зачем? Так он как раз таки и не нужен в ремонте. Им меряют температуру у больных. Верно. Значит, градусник мы не берем. Берем в наш набор строителя. Ха-ха. Кстати, у меня уже есть и молоток, и пила, и даже дрель. Хм, что мы еще найдем? А давай узнаем. Так, теперь в этой стороне поищем. Ой, кажется, что-то выглядывает, выглядывает. И... Э-э-э... Какие-то кусачки. Или что это такое? Ой, острые? Ох, и я не знаю, что это. Малыши, а вы знаете, что это за инструмент? Что-что-что? Плоскогубцы? Да уж, вот это и название. Плоскогубцы. Запомню. Как вы думаете, нам нужны эти плоскогубцы в ремонте? Ну ладно, послушаем вас, КТ нужны О, смотри, что-то нащупало Нащупало, нащупало А, я узнала этот инструмент Это отвертка Да, и я с ним знаком Он помогает закручивать винтики Класс, КТ Тогда это мы точно берем Кстати, а вот и все инструменты, которые мы нашли Дрель Молоток Плоскогубцы Отвертка И пила Здорово, у тебя получилось 5 инструментов Для начинающего строителя Самое то Малыши, спасибо вам, без вас Я бы не справился С завтрашнего дня, за ремонт Да-да-да, удачи тебе, КТ Ну а мы прощаемся До скорых встреч, малыши Пока-пока Классно погулялись сегодня Так Можно идти кушать Руки надо мыть А может быть Не буду сегодня мыть руки Так Ну, руки не помыла Теперь можно Можно играть Где мои игрушки? А вон пазлы Пазлы Ах, точно Надо же домашку делать Столько всего Задали Ой, сколько заданий А что будет, если Не сделать сегодня домашку И просто играть в игрушки Ах, да ничего Лучше пойду поиграю Ха-ха-ха Хочу все-таки в бизи-борд поиграть Не хочу в пазлы Класс Чего только нет Дверки И всякие светофоры И розеточки И выключатели И формы Ха-ха Здорово Ах Что-то я уже и наигралась Все переделала А убирать так лень Нужно вставать Убирать ее на место Оставлю тут Что ей будет Кто здесь нарушает Все-все правила И плохо себя ведет Ой, кто ты? Да неплохо я себя веду Просто сегодня решила Не убирать, не мыть руки Не делать домашку Неплохо? Ха-ха Это еще как плохо Ты можешь стать частью Нашего плохого мира Ха-ха-ха Плохого мира? Зачем? Я люблю свой добрый мир Тут весело, интересно А у нас еще интересней Ха-ха Тебе же нравится Домашку не делать Игрушки не убирать Ну, да, нравится Но Даже не знаю А не надо знать Погнали! Ой-ой-ой Где это я? Это ты в нашем мире Злобных дел Добро пожаловать Развлекайся Ха-ха Наслаждаться? Но чем? Что здесь можно делать? Что это за вешалка вообще? Ха Это кто еще тут такой? Ты? Как тебя звать? Ой, это еще кто такой? Ну, меня зовут Свинка Алиса Свинка Алиса? Хм, неприятно познакомиться Ха-ха-ха-ха Зачем ты так? Может быть будем с тобой дружить? Как тебя зовут? Дружить? Это как? Я таких слов не знаю Вот поссориться точно можем Ха-ха-ха-ха Зачем ссориться? Ссориться это плохо Ну так у нас хорошо, когда все плохо Ха-ха-ха-ха Какая интересная штучка Свечи О, мне как раз нужны свечи Нашел? Значит, мое Ха-ха Ты что? Это же чужое Нельзя брать чужие вещи Что? Еще чего? Конечно, я заберу Никто же не видел Ха-ха-ха Так поступают только воришки Так вообще делать нельзя Так, что-то мне уже не нравится этот мир Какие-то воришки кругом Никто со мной дружить не хочет Беспорядок какой-то Зелье мое почти готово Ха-ха-ха Кто вы? И что это у вас в банке? О, кто я? Я паук Злодей Вот новая зелья Для травы Ха-ха Для травы? А зачем Кому-то делать плохо? Это особенность плохого мира Ха-ха Ну, ну так же нельзя Нельзя просто так Делать Другим плохо Почему? Можно Ты же в нашем мире Вот и принимай правила Здесь все очень плохо Ха-ха-ха Все, это уже слишком Пауки, зелья Так Что-то мне это напоминает Я сегодня утром Пришла с прогулки И сделала Очень много плохих дел Не помыла руки Не сделала домашку И не убрала за собой игрушки Вот И оказалось В этом Плохом Мире Мне тут очень Не нравится Я так хочу Обратно В мой добрый мир Что же мне Для этого сделать? Как вернуться? Есть идея Нужно сотворить Доброе дело Только в этом мире Это будет не так Уже просто сделать Так Что же можно Доброго сделать? Эээ Даже не знаю А, есть идея Наведу-ка я здесь Порядок Так Повесим вот сюда Костюм Здесь будет Платье Все на вешалочках Так А вот на столе Маркеры разбросаны Так Всех их в стаканчик В одно место И на пухлочку поставим Где они и должны стоять А вот это Кажется мусор Его нужно выкинуть Это что это у нас тут происходит? Кто-то совершает добрые дела А Ну да, да Это Это я Я больше не хочу жить В вашем недобрым мире Я хочу обратно в свой Ну все Ты предала наш мир Возвращайся в свой Раз тебе так нравится Делать домашку Со всеми дружить И убираться Да Мне это нравится Гораздо лучше Чем быть каким-то воришкой Или пауком Который зелье варит Ну вот и все Я тебя отправляю В ваш добрый мир Малыши Кажется Кажется я снова В нашем добрым мире Как же здесь здорово Мои тетрадочки Так все Иду мыть руки Убирать игрушки И делать домашку А потом Отправлюсь гулять с коты Больше не буду совершать Недобрые дела Не хочу возвращаться В злой мир Теперь буду делать Только Добрые дела Пошла начинать До скорых встреч Малыши Пока пока